Друзья, пролив Тронгзунд Нам нужно оказаться Сейчас покажу, где нам нужно оказаться Вот на том острове А посмотреть, нам с вами есть на что Это постройки на вот этом острове И светящие навигационные знаки На этот раз по-настоящему светящие Хотя, конечно, сейчас день И свечения их мы не увидим Ну, хотя бы окажемся рядом Итак, мы очень быстро накачали лодку Ну и, друзья, дойти нам нужно совершенно недалеко Вот этот остров Но нам надо в его вот в тот край Сейчас, значит, попробуем прямо к вот тому Светящему навигационному знаку Причалить Посмотреть, осмотреть его Потом вдоль На следующий Ну и, в общем, осмотрим Береговую батарею Там комплекс сооружений Очень интересных находится Нормально Ну, естественно, уже развиваться Естественно Да ты уже так садись Это камень был скользкий Ну ладно, пока Дождемся Высохнет Ну что, отправляемся Круг почета мы уже сделали Впереди нас ждет остров Остров Малый Высоцкий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, держим курс на остров Малый Высоцкий Места здесь исторические И про историю этих мест мы рассказали В прошлом видео про остров Раккасаари А также к выходу готовится видео В котором мы расскажем про крепость Транкзумт В этом видео мы просто прогуляемся по острову И осмотрим его достопримечательности Первое из них прямо по курсу Это навигационные створные знаки Типа маяков Но ставятся они парами Друзья, створный знак И он не один здесь С берега это не видно А здесь их два находятся Давайте мы сейчас с вами Как-нибудь попробуем подойти посмотреть Видите, здесь пристань когда-то была Лестница Лестница сохранилась Ну, как сказать, сохранилась Правда, теперь она в другом положении лежит Тем не менее Видимо, что все было когда-то оборудовано здесь Для того, чтобы нормально могли Отличные плавательные средства подходить сюда Ну что ж, давайте выйдем Надеюсь, там дно чувствуется А там камни Хочу я показать вам поближе Вот этот створный знак А второй створ чуть-чуть в стороне стоит Сразу и не заметен Давайте подойдем поближе Вон, вон там Находится второй створный знак Это дальний створный знак А здесь у нас ближний Напомню, что створные знаки Ставятся парами Когда они выстраиваются на одной оси То судну Легче определять, где оно находится Давайте посмотрим А, здесь не подняться Здесь на замке находится все Ну ладно, хотя бы немножко Со стороны чуть-чуть Как все выглядит здесь по сторонам Так Ну конечно, чтобы батарею-то не украли Лампочку не повредили Вот Правда, я тут уже лампу особо и не вижу Хотя, наверное, вот она наверху находится Друзья, вот вся автоматика створного знака Так Ну что Отправляемся дальше Сейчас только осмотримся немножко по сторонам Так Не, ну правильно на замке Не то, что Например, на мысе Киренееме Так Смотрите, красота Там еще, видите, один остров есть А сейчас На лодке нам нужно Немножко оплыть вот этот остров Немножко проплыть дальше Там еще один Навигационный знак находится Мимо него пройдем Все, посмотрим Туда тут надо идти аккуратно Заросли Ну а это наше плавательное средство Средство, которое уже Неоднократно нас доставляло В разные Интересные места Путешествовать надо, друзья Так, ну что Смотрим Здесь особо волн нет Мы Отплыли вот с того места Вот Здесь находится вот на этой части Крепость Тронгзонд По ней у нас также Есть или будет фильм Он сейчас еще в процессе монтажа Вот на данный момент Пока мы Снимаем уже вот это видео Ну да Мы путешествовать Любим больше, чем монтировать Правильно Потом постепенно Все видео покажем Так И отправляемся Вот к тем створным знакам И дальше вот туда Здесь, скорее всего Этими створами Отмечен вот Этот пролив Смотрите Я прямо в обуви Захожу в воду Ну, когда мы Отправлялись с той стороны Ноги мы уже промочили Потому сейчас В данный момент Уже терять нечего Да и на самом деле Вода очень теплая Вода настолько теплая Что вот можно Сейчас залезть в нее И до самой ночи Купаться Не выходя отсюда Но у нас там Есть несколько мест Которые мы приметили Также Может быть там Даже и искупаемся Но все впереди Все Этому месту говорим Счастливо Отправляемся дальше Счастливо 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 Друзья, нашли очень удобное место Ну, как на наш взгляд Где можно пришвартоваться Но здесь уже камни Камни прям Кое-где выпирают Из воды И чтобы Не удариться О них Нашим грибным винтом Я уже перешел на весла Тем более Место это Мы с вами еще не знаем Мы сюда Причаливаем впервые Вот так вот Сразу и разведка Сразу и путешествие Сразу и контент Давайте посмотрим Что здесь На острове Находится Так, ну все Это мы На мель зашли Немножко тины цепанули Но Об камне Не задели на дне Очень хорошо Давайте Пошли на остров Так, давай руку Главное Как всегда скажу Заходя в траву Главное Не наступить на змею Ну и Раз Здесь проходят Различные тропинки Значит люди все-таки Бывают Люди отдыхают Как же без этого Ну и К сожалению Опять Скажу Что я не взял С собой Видеокамеру С зумом Друзья В той стороне Город Выборг Ну а это все Выборгский залив Посмотрите Какой он большой Конечно На самом деле Он больше Чем то что Умещается В камеру Просто Это один Из его фрагментов Сейчас осмотрим Остров Здесь конечно Все заросло Заросло Очень сильно Ну вот Мы с вами Друзья Видим Вал Который Был насыпан То есть Внутри За этим валом Должны Располагаться Различные Постройки И так Друзья Передвигаемся По острову Остров Малый Высоцкий Ну на самом деле Остров то большой Но Высоцк Сам по себе Как остров Он конечно Больше Значит что Нас интересует Здесь На этом острове Судя по описанию На известном Географическом сайте Сейчас Где то впереди Должна находиться Мастерская Для Обливки Свинцом Снарядов И Она там Не единственная Там должны быть Так же Наверняка Пороховые погреба Сейчас мне Одной рукой Неудобно Одновременно Держать камеру И одновременно Изучать карту Но идем Мы с вами По верному Направлению Остров Кстати Замусорен Бутылками Под мамонегорюй Как говорится Просто Идешь И ты видишь Мусор Но я так думаю Что это Наверное Может быть Приливом Сюда Принесло Есть Такое Предположение Хотя Конечно Не исключаю Что приезжают Так же И отдыхать Люди Приезжают Мусорить Где не без Этого И так Друзья Здесь Мы с вами Видим Остатки Чего-то Рукотворного Кирпичи Сложены Как будто Вентиляция Интересно Может быть Под нами Что-то И находится Конечно Сейчас Явно Не время Копать Но Во всяком Случае Мы с вами Уже Отправились На разведку Уже Смотрим Уже Изучаем А может Быть И время Покопать Да Кое-чему Мы с вами Пришли Друзья Мы нашли Уже Сейчас Назовем Это Потайным Входом Потому Что Действительно Это Потайной Вход Стал Деревья Которые Все Это Закрывают И Здесь Действительно Он Притаился И Кстати Здесь Он Как я Посмотрю Не Один Давайте Обойдем Посмотрим Все Что Внутри Есть Ну Что Мы Вооружились Фонариками Отправляемся Изучать Вот Такое Интересное Место Своды Да Друзья Мы Уже Неоднократно С вами Такие Своды Видели В разных Местах Это И Крепость Тронгзонт Это И Остров Рокосаарис Его Пороховыми Погребами Здесь Отдыхает Бабочка Черная Бабочка И Дальше У нас Куда-то Ведет Проход Ну Я бы не Сказал Что он Ведет Далеко Я бы Сказал Что он Тут Заканчивается Но Скорее Всего Ту Вентиляцию Которую Мы С вами Видели Это Либо Была Печка Либо Действительно Вентиляция И Выходила Она Вот Здесь Наверх Такое Прохладное Место И Так Друзья Еще Два Места Интересных Здесь На Острове Даже Я бы Сказал Три Здесь Дальний Створный Знак Находится Здесь Находится Еще Одно Подземное Сооружение Но Мне кажется Оно Небольшое Сейчас Посмотрим И Еще Кое Что Более Выразительное Вот Туда Мы С вами Также Обязательно Сходим Но Покажу Вам Это Сооружение Я Чуть Чуть Попозже Давайте Заглянем Сюда На входе Нас Встречают Батареи От Маяка Они Когда-то Питали Лампу Ну Вы Понимаете Что Здесь Мог Еще И Ритек Находиться Естественно Радиоизотопный Источник Энергии Такие Вот Переходы С Поворотами Кстати Ритек Мог И Здесь Также Стоять Очень Хорошее Место Для Охлаждения И Вот Все Здесь Это Помещение Заканчивается Такой Вот Небольшой Подвальчик Но С Интересными Переходами И Смотрите Какие Здесь Окошки Находятся Щели В Которые Можно Просунуть Оружие И Выстрелить В Того Человека Который Зашел Если Конечно Это Враг Так Теперь Давайте Посмотрим Створный Знак Ну Естественно На него Также Не Попасть Но Некоторые Мои Знакомые Которые Здесь Бывали Говорят Что Все Таки В свое Время Здесь Радиоактивные Створы Были То Есть Генераторы Которые Вырабатывали Энергию Для Этих Маяков Работали За счет Ядерного Распада Такая Маленькая Ядерная Станция Смотрите Батареи Сохранились Так Батареи Очень интересные Круглые А дальше 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 Ближний Створный Знак Вон он Там Находится И сюда Или отсюда Идет линия Ну Ну Когда Точнее Шла Линия Электропередача Теперь Она Уже Не Идет Видите А здесь Такие Вот Батареи Находятся Даже Написано Створ 3500 Номинальное Напряжение Всего 3 вольта Номинальная Емкость 500 ампер Часов Такая Большая Батарея На такое Маленькое Напряжение Снабжало Электричеством Лампочки Которые Находятся На этом Створном Знаке Вот А в ту сторону Получается Фарватер И Высоцк Ну Точнее Порты Высоцка Так Давайте С вами Теперь Пройдем До Следующего Сооружения Здесь же На острове Слушайте Такое Интересное Путешествие Получается Так Сейчас Мы только Паутину С камеры Снимем Ее глаза Этой камеры В смысле Это ваши глаза Так Ну а Марина Здесь у нас Стоит Нас Ожидает По створным Знакам Лазить Она Не любит Но Она Нашла Более Интересное Сооружение Здесь Обливали Свинцом Снаряды Скорее всего Делали Их Тяжелее Ну а Иначе Зачем Еще Такая Довольно Таки Большая Мастерская Я бы Сказал Огромная На самом На самом деле Вот я Таких Больших Зданий Еще Не видел Здесь Вблизи Что на Острове Ракасааре Что крепость Ронгзунт Они как-то Поменьше И раскиданы По территории А здесь Одно И побольше Покрупнее Посмотрим Давайте Давайте Дальше Посмотрим Обойдем Это Здание Довольно Кстати Большие Просторные Комнаты В нем Прямо Залы Я бы Сказал Так Ну естественно Наверное Были Переходы Зачем Их Только Заделали Непонятно Если Здесь Свинцом Обливали Снаряды То Скорее Сего Здесь Очень Много Можно Найти Различных Свинцовых Шариков Их Перевозить Удобнее И Скорее Сего Здесь Их Разогревали Ну а Иначе Как еще Произведешь Данное Действие Так Пошли Посмотрим Дальше Вот А Здесь Из комнаты В комнату Можно Переходить Конечно Здание Уже Старое Ветхое Я бы Даже Сказал Опасное И Очень Хорошо Что Оно Находится На Острове В стороне Просто Так Сюда Не Попадешь Зато Интересный Шанс Начать Водить Экскурсии Сюда Показывать Людям Рассказывать Про Различные Места Я думаю Друзья Это Стоит Того Сюда Отправиться Еще раз Еще раз Осмотреть Сфотографироваться Всем будет Интересно Так Ну а у нас На пути Встала Стена Правильной Формы Ее угол Сейчас мы Видим Состоит Она Из Гранита И Скорее Скорее всего Смотрит Она Куда 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 В сторону Выборга Все Ощущение Что гуляешь По лесу Так Еще до Одной Постройки Дошли А вот Она Нам Напоминает Береговые Батареи Форта Иина Тоже Есть Вход Вход Красиво Оформлен Кстати Так Вот Сразу Ее Не Заметишь Эту Постройку Потому Что Опять Так Все Обвалованное Она Находится Внизу Да Вот Это Более Похоже На Форт Иина Давайте Зайдем И Сюда Такой Огромный Бетон Не Может Быть Просто Так Чтобы Здесь Был Вход И Небольшое Помещение А Холодом Тянет Причем Тянет Даже Не Только Холодом А Еще И Ветром Здесь Просто Подвал Был Что То Здесь Находилось Так Руку Если Хочешь Давай Как Заходишь Сюда Сразу Вот Такое Интересное Здесь Встречает Тебя Яма Такая Вот Сквозняк Это Значит Что Все Таки Здание Где То Выходит Проходит Что То Через Него Давайте Посмотрим Многочисленные Ходы Правильно Как я И думал Что Такое Большое Строение Не может Быть Просто Дверью И Маленькой Комнатой Смотрите Мы с вами Идем Сейчас Под землей Есть Есть Выход Из него Прекрасно И Идем Дальше Смотрим Что Еще Здесь Есть Заметьте Окна Различные Интересные И Внизу Да Здесь 100% Есть Подвалы Конечно Они тут Есть Они Просто Засыпаны Может быть Здесь Тоже Над этим Местом Витает Какая-то Тайна Неразгаданная Кто знает Кто знает Но Определенно Оно Нам Нравится Ну Кстати Вот этот Асфальт Что валяется Внизу Он был Наверху Представлял Собой Влагозащиту Данного Помещения Скорее Всего Метал Все-таки Здесь Пытаются Забрать Срезать Хотя Если бы Пытались Срезать Метал То Такое Здесь Уже Не Висело Это Друзья Все Что Вымывается Из Потолка Вот Оно Висит В виде Таких Сосулек Есть Которые Сосульки Снизу Вверх Смотрят Есть Которые Сверху Вниз Называются Они Сталактиты И Сталагмиты Кстати Огромное Просто Огромное Помещение Друзья Мы очень рады Что мы Посетили Это Помещение Эту Постройку Вот Кстати я Иду До сих пор Не заканчивается До сих пор Она идет Дальше Какие Какие-то Повороты Ну Скажу Я вам Здесь Довольно Таки Интересно Кто-то Оставил Надпись Вперед Это Наверное Чтобы не Заблудиться Хотя Конечно Было бы Странно Если Здесь Заблудишься Но Подвал Подвал Который Здесь Есть А он Определенно Здесь Есть Скорее Всего Чего-то Скрывает Почему Я так Думаю Просто На самом Деле Подвал Завален Давайте Посмотрим Может быть Где-то Есть В него Спуск Самое Главное Чтобы Он Был Не Затоплен Это Смотрите Мы С вами Еще Идем 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 Дальше Ну А Здесь Была Гермодверь Петли От нее Остались Даже Гермоворота Считай Да Ну Видно Что Уплотнитель Был Соответственно Оно Было Герметичное Все Закрывалось Герметично Ну А здесь Естественно Что-то Находилось Кто-то Находился Находились Военные Такое Огромное Здание Ух Даже Больше Чем Форт Ино Береговая Батарея Основная Для Четырех Триста Пяти Миллиметровых Орудий На самом Деле Даже Там Не Настолько Далеко Я Мог Передвигаться Но там Большей Частью Конечно Все Взорвано И Естественно Кое-где Пришлось бы Присесть Где-то Пролезть Где-то Вообще Невозможно Пройти Пришлось бы Выйти на улицу А здесь Мы практически Дошли Куда Я бы не сказал Что до ее конца Потому что Потому что Мы еще идем Представляете Мы идем Под землей И только Окошечки Наверху Такие Небольшие Нам светят Здесь Еще Есть Продолжение Да Да Так Вот например Выход Отсюда Ничего Себе Вот здесь Действительно Строили Серьезно Так Хорошо Если мы Заглянем Вот сюда Это просто Вентиляция Но труба Куда-то вниз Уводит Значит Что-то Было Внизу Определенно Так Пошли Дальше Теперь Знаете Вот что Любопытно Любопытно Достичь Ее Конца А здесь Как будто Она все Время Поворачивает Ты идешь Постоянно И постоянно Поворот А нет Вот Дверь Которая Куда-то Уже На улицу И выводит Ну Так я Скажу Нормально Прошлись Прям Апогей Нашего Сегодняшнего Путешествия Вот эта Постройка И сразу Так Выходишь Ближе К улице Начинает Быть Тепло Слушайте Ну честно Красота Вот здесь Да Действительно Стоящее место Где вот Мы с вами Оказались Друзья Электрификация Все-таки На этом острове У створных знаков Была Видите Вот Столбы Такие По которым Приходило Напряжение Значит Где-то В одном месте Располагалась Электростанция Ну И соответственно Уже Расходились Провода Кабели По острову Чтобы питать Створные знаки Ну и здесь Тоже Кто-то Занимался Раскопками Какое стекло Может хрусталь Даже Кто его знает Керамика Так Конус Какой-то Вот Горлышко От бутылки И От Какого-то Горшка Горшка Да Видно Что даже Такой Вот Краска Глазурь Наносилась Интересно Бы найти Урановое стекло Вот Не знаю Уж Предоставится Нам такая Возможность Когда-то Или нет Но Было бы Любопытно Это Радиоактивное Стекло И оно Очень Красиво Светится В ультрафиолете Видите Такая Кружка Дырявая Потом Я не знаю Как это называется Должен Должен быть Кувшин По идее Ну В общем Зрители нам Напишут Они у нас Грамотные Потому Они нам Напишут Что это Вот Различные кусочки Металла Опять Муравьев Володя Пошевелил Ладно Закроем Так И идем Дальше Дальше Нам Еще немного Пройти В сторону И Друзья Что интересно Здесь В Высоцке Сейчас Погода Очень Хорошая Светит Солнце Тепло Я бы даже Сказал Душно А например Там где мы Живем Сейчас В данный момент Уже Вовсю Гремит Гром Приближается Гроза Так что Нам здесь Тоже Особо Долго Задерживаться Наверное Не нужно Потому что Если Придет сюда Дождь Поднимется Ветер Будет очень Сложно Передвигаться На лодке Давайте Здесь еще Посмотрим Что есть Что-то Такое Вот тоже Красивое Было Может быть От печки Что-то Вот Крышка Какая-то Здесь уже Да Здесь уже Копали Копали Серьезно Вот еще Один дом Ну или Просто Фундамент То есть Конечно Это старые Постройки До 1900 Ну наверное Семнадцатого Года Здесь все Функционировало Ну а что Дом на острове Очень хорошо Представляете Вот на самом деле Подумать В вашем Распоряжении Ну вот Просто подумаем И все Целый остров Я конечно Не размышляю Как вот буржуи Различные Которые себе Скупают Огромнейшие территории И незаконно Там проживают Нет Сейчас речь Не об этом Сейчас речь Именно о том Что вот У вас есть Остров И у вас На этом острове Есть Дом Вы приезжаете Никого не трогаете Заборами Не отграждаете Территорию Огромными И отдыхаете В общем Идем как по парку Отдыхаем Красиво Друзья На самом деле Красиво Вот просто Если еще Горелого бы леса Здесь не было Вот просто Вот эта чистая тропинка Самое главное Чтобы далеко Все просматривалось Так Ну а здесь Мы можем видеть Что Мы можем видеть Воронку Небольшую Ну скорее всего Не от взрыва Конечно Возможно Все рукотворное И Различные Металлические Предметы В ней Банки Потом бочка Какая-то Закопана И Выкопана Тарелка Допустим Да Керамика Интересно На ней Есть хоть Какое-нибудь Клеймо Или нет Любопытно Бы посмотреть Да Это и делаю Как раз Да Но Что-то Ничего Не отмечено К сожалению Зато Вот Тоже От стакана Корпус Видно Что граненый Был И внизу Солнце Изображено А вот На одном Кстати Да Вот Обрати внимание Вот Но там Просто Что Цифра 9 Так Давай Посмотрим Вот Друзья Возможно Вам Такое Клеймо И встречалось Где-то То ли Буква П То ли Буква Г И В Естественно В интернете Мы посмотрим Попозже Скажем Если Там Какая-то Информация С похожим Клеймом Посуда Нашлась На сайте Барахольщиков Г В Правда В единственном Экземпляре Возможно Вам Что-то Выдаст Интересное А это Скорее Всего Какой-то Декоративный Элемент Был Может быть Даже Цветочная Ваза Да Естественно Военные Они тоже Люди Они любят Красоту Вот Осталось Немножко Совершенно От Такой Не знаю Как даже Назвать От Такого Предмета Вот Ну Что Пойдем Дальше Дальше У нас Где-то В той стороне Лодка Находится А здесь Мы нашли Очень Хорошее Место Для того Чтобы Можно Было Причаливать Сюда Сюда Мы Обязательно Вернемся При Любом Раскладе Мы Сюда Вернемся Друзья Мы Вышли Из Леса Вышли К тому Месту Где Мы Причалили Кстати Видно Очень Хорошо Как В той Стороне Идет Дождь Нам Наверное Куда-то Туда Потому Что Где-то Там Где Находится Отчий Дом Сейчас В данный Момент Гремит Гром И Собирается Дождик Ну а Здесь Здесь Очень Даже Я бы Сказал По-летнему По По-сухому Погода Очень Сухая Вот И Вышли Мы К лодке Если Еще Что-то Интересное Мы Увидим То Мы Обязательно Снимем Ну а Сейчас Пришла Пора Отдохнуть И Перекусить Ну что Друзья Отплываем Ну я бы сказал Точнее Нас Относят Течением Как Всегда В Кусты Сейчас Уже Отсюда И Начнем Заводить Мотор И Отправляться В сторону Высоцка Это Нам Вон Туда Вот За Этот Остров В ту сторону Где Находится Крепость Стронгзунд Вечер Такой Хороший Вообще Красота Ну и На Обратном Пути Предлагаем Насладиться Красивыми Видами Выборгского Залива И Его Окрестностей А мы Отправляемся Домой Но Точно Знаем Сюда Мы Еще Вернемся Сюда 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok